давайте достроим немножко поверхностей на передней части бампера первым делом хочется сделать этот бленд чтобы повторить вот это движение простая поверхность даже вот это скорее всего нам не понадобится скроем темп и сделаем антрим нашей вот этой поверхности сделаем большой красивый бленд вот так плавно уменьшающийся к серединке нужно немножко под задрами так айцируем кривой кривой можно скрыть так делим историю и чтобы бленд у нас закончился на середине то надо отрезать половину нашей поверхности нижней так и и бленд позже 3 позиция вот отсюда до сюда можно попробовать улучшить так вот так вот видим что хорошего улучшения не получилось но нам лучше в этом случае не два патча следующая и пятая степени потом в пятой степени 6 сразу нормально так и позицию на место поставить так можно немножко выровнять этот стык таким вот образом проверить попали ли мы в кривизну видим что здесь у нас gap небольшой подвинем вот так вот теперь все заработал им историю сделаем 3 наших этих двух кусочков по иксу так вот теперь видим что есть что-то похоже красиво выходит так отлично отлично перелет практически закончен так что можно можно сделать и не стойку так для стойки стойку наверно сделаем из двух кусков то есть это будет пересечение где-то вот в этом месте а пилара и вот верхушки которые уходят на цепь пилар и между ними мы сделаем бленд так и видим здесь что у нас цепи лар уходит в глубину от него уже после после всего подстраивается такой прилив чтобы выровнять линию стекла сильно видимо сильно разница необходимость поверхности стекла выдвинуть вперед и вот этой линии кузова которая проходит красиво куда вот значит сделаем приблизительные кривые так-то наружно это утренние через control alt привязываемся к мэшу точно так же как кривой и к поверхности грани строим так кривой так вот и теперь из-за тех двух поверхностей нужно взять два участка с пересечением где-то вот здесь вот потому что нам нужно прилив этот строить на отдельной поверхности основная стойка пойдет блендом вот к вот этой нашей поверхности и воткнется вот в этот шовчик который мы сблениваем потом так здесь мы построим сквер тут достаточно будет третьей степени и одну из троечку можно взять rebuild чтобы выравнять уравнять свишки так мы видим что мы отклоняемся от меша но это не слишком страшно пусть ладно будет четверка потому что изначально геометрия это слишком мало полигональная чтобы с ней можно было нормально работать вот и но можно построить в принципе и вот этот патч давайте ставим тогда стройте примерно на этом шриф мы все равно будем его аллайнить прямо к этой поверхности так что где он там находится практически не мягче так так это мы видим в принципе хорошие поверхности внутри всего нормально скроем кривые или историю по цвету не деду а теперь самое самое интересное вот здесь давайте сделаем все таки третью степень и не четвертую сделаем трим вот этой поверхности по игреку то есть отрежем от него вот этот кусок лишний и при аланим нашу стойку по кривизне вот так смотрим по мышу что мы в принципе в нужном месте находимся дальше смотрим как ведет себя дебра проверим ну и можно сделать вот так вот blend обе этих поверхности немножко растянуть между собой на равное расстояние и сделать blend ж2 ж2 здесь пятой степени могут выйти достаточно так так в принципе хорошо в принципе хорошо так и удалим историю вот этот прилив значит он строится естественно отдельно уже вот после того как мы построили нашу стойку основную то есть можно предположить что он где-то идет отсюда вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда скрываем вот давайте это ведем его до угла и отсюда вниз вот сюда то есть вот так как строится этот приливчик и к нему уже идет blend естественно то есть либо это будет филет между этими поверхностями либо blend без филета то уже можно решать кому как нравится можно немножко перенаправить его вот так чтобы получить более выразительное пересечение вот так вот так построили стойку так если вы обратили внимание то после того как мы построили этот бленд впереди он у нас засекся с нашей вот этой поверхностью то есть естественно сейчас они не совпадают вот поэтому как вариант чтобы сохранить все эти дела в кривизне вот мы можем перепроецировать либо часть вот этого бленда на вот эту поверхность либо наоборот значит логика здесь такая что всегда желательно проецировать маленькие поверхности на большие поэтому поменяем отрежем большие поверхности отрежем ess!, маленькую поверхность уменьшим ее до необходимых отрезаем вот которое отрежется все равно отрежем отрежем Проверим, чтобы все было нормально. Увелим историю и поправим все вишки. Вот так. Значит, когда нам показывают вот такую ошибку в одной где-то точке, то, скорее всего, нужно CV дёрнуть куда-то вот вдоль вот так поверхности. Вот так. Так, ну вот и всё, собственно, теперь у нас здесь кривизна есть. Не можно открыть лишний. Вот так. Вот. Вот. Вот собственно и всё. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео. Спасибо. 土